Моё состояние, как оценил врач, это почти неврологическое отделение психиатрической больницы. Право человека быть в семье, право человека развестись. В моём случае это морально-психологическая травля, сталкинг, киберсталкинг. Я всегда готова в состояние face and up table. У меня было такое в жизни. Я знаю, как подняться после того, как больно падала. Это было, например, в 2012 году, когда с моим первым супругом, с отцом моего сына мы обоюдно расстались. Там тоже были обидные слова, там тоже была самая разная ситуация. Но мы поняли друг друга, я уже пережила один развод, и я понимаю, как цивилизованно можно развестись. То есть с нормальным, образованным, умным человеком это происходит нормально. А когда человеку невозможно объяснить, когда есть такой вопрос, почему ты разводишься, и ты, ну как это можно объяснить? Я тогда никому ничего не могла рассказать. В мае 28-го было последнее заседание. 7 заседаний суда прошло. Прокурор просил 4 года тюрьмы. После того, как это было сказано в суде, его адвокат вышел на нас, и он сказал, просим смягчить приговор, чтобы это не было заключением. Мы подпишем все, что надо. Вот так он вернул мне мое имущество. И он получил 3 года условно. Как я, какой я выхожу из продуктового магазина, я вообще не дано нужен ей. Я смотрю на свои морщины, я знаю, когда они появились. Я знаю, когда появился у меня вот, например, вот эта складочка, вот эта складочка. Последний раз, вот когда мы с вами виделись, и вот как раз разговаривались, да, это было где-то вот полгода назад, я увидела совершенно другую данную нержавит. Вы были, вот сейчас я вижу снова ту, которую я знала. Да, да, а ту, которую я видела полгода назад, я, честно говоря, даже растерялась, потому что я привыкла видеть сильную данную нержавит, да, уверенную, позитивную. А тут мне даже показалось, что вы были в депрессии. Мы на вы или на ты? Нет, вы ко мне на ты, а я же помладше. Я к вам на вы. Спасибо, Динара. Да, тебе не показалось, я действительно была в глубокой депрессии, и это не просто слова, это медикаменты, это медикаментозная помощь, это... Со мной работали врачи, и психотерапевты, и невропатологи, и неврологи. В общем, мое состояние, как оценил врач, это почти неврологическое отделение психиатрической больницы. Вот такое было состояние. Это такая маленькая трагедия большого мира. Невидимые меру слезы, как писал Толстой. Для многих это покажется, ну и что, так бывает, у всех так бывает, это можно пережить. К сожалению, в моей жизни такого не было, поэтому для меня это был очень сильный удар. Я всегда... Ну, я благодарю эту ситуацию, знаешь, за что, Динара? И я и на суде так сказала, в какой чистой среде я живу и жила, оказывается, до этого момента. Какие у меня великолепные друзья, какие у меня надежные коллеги, с какими профессионалами я общаюсь, я работаю с ними. И как они по-человечески откликнулись на мою ситуацию, и все протянули руку помощи. Мне только казалось, что я осталась одна. Но когда я приняла решение бороться, я поняла, что у меня есть целая армия людей, которые готовы мне помочь. Внутренне не все были уверены, что я дойду до цели, что я все-таки докажу, что человек приступил закон. Но я заставила работать одну из статей. Я могу с гордостью это сказать, потому что даже квалифицированные юристы мне сказали, мы считали, что ты не достигнешь своей цели. А что это за статья? 147,4. Распространение личной информации. И самое ужасное, что это делал человек, с которым вы прожили сколько лет? Ну, пять лет мы прожили, но из них 30 месяцев, два с половиной года, юридически был оформлен брак. Ну, никто же не создает семью, чтобы развестись. Никто же не предполагает, что так может быть. Ну, никто же не может предположить, когда ты живешь человеком, да, это твой родной муж. Родной человек, да. Ты, ну, по сути, перед ним такая, какая есть, да. И тоже не может предположить, что этот человек может тебя затем чем-то шантажировать. И еще такой момент. Наша профессия, публичная профессия, она не всеми бывает правильно понята. Мы существуем, это предполагает наша профессия, в параллельных реальностях. Это виртуальная жизнь и жизнь настоящая. Медийная такая, гламурная, глянцевая. И это не значит двуличие человека. Просто перед камерой мы обязаны быть в форме, мы обязаны быть такими, какими нас привыкли видеть зрители. За нами есть какой-то бэкграунд, за нами есть какой-то портрет определенный, уже сложившийся. И это уважение к зрителю. То, что я рассказываю, это не хайп. Сейчас я уже отдалившись от этой ситуации, я вижу это как прецедент, на который общество должно обратить внимание. Сейчас это уже моя гражданская позиция, не женская, гражданская и не гендерная. Здесь речь идет о правах человека. Не о том, что там женщина или мужчина друг друга обидели или приступили закон в отношении друг друга. Нет, это права человека. Право человека быть в семье, право человека развестись. И никто не имеет права ему указывать, как жить. Все остальное это держать в рабстве. В разном. В психологическом, в физическом, в финансовом. Причем как мужчина женщину, так и женщина мужчину. Да, абсолютно. Я здесь не разделяю. Это не гендерный вопрос, я еще раз повторяю. В моем случае это морально-психологическая травля, сталкинг, киберсталкинг. После того, как я 30 месяцев прожила с этим человеком, и в этот период по закону было разрешено на пенсионные накопления купить квартиру. С 1998 года у меня идет накопление пенсионное. Всего 30 месяцев я жила с этим человеком. Этот человек не работал. И это законом доказано, потому что я как депутат сдавала декларацию. Это было прописано. Затем, после моего первого брака, я сама еще не будучи замужем купила машину. И уже будучи в браке с этим человеком, я трейдином ее поменяла. На свои кровные деньги в кредит я доплатила и купила машину эту. И он стал претендовать на вот эти два имущества. На машину и на квартиру. На машину и на квартиру. Причем за квартиру, которую я купила на пенсионные деньги, я за нее до сих пор плачу кредит. Она до сих пор еще не выкуплена из банка. И когда я ушла уже с должности депутата, мне нужно было продать эту квартиру и купить здесь жилье. И тут выяснилось, что человек не дает мне разрешение ее продать. Говорит, что на одну-вторую долю он претендует. Он действительно претендует на нее, юридически, де юре. Но в моральном аспекте он на нее не имеет права. Там надо высчитывать, сколько лет мы жили вместе. И там все равно получилась бы очень маленькая сумма. Но в общем, в самом конце так получилось, что он дал все-таки соглашение. Везде написал свое согласие, что он отдает. При этом он все время донимал, приходил по ночам, стучался в дверь, не давал мне проходу. Писал, естественно, сообщение в телефон. То есть он не хотел давать развода вам? Я была уже разведена. А, уже в разводе. Это был уже развод. Я в 22-м году развелась. В 22-м году, в марте, в юридическом браке я была с 19-го по 22-й год всего лишь. А потом пошли вот эти вот преследования и так далее. А чем они были мотивированы? Почему? Почему ты разводишься? Что случилось? Я не хочу давать характеристику этому человеку. Просто я не хотела доводить до этой ситуации. Просто я хочу сказать, что конфликты и такие невидимые войны происходят во всех семьях. Просто очень многие молчат. Я это все пережила. Почему я полгода назад не согласилась дать тебе интервью, Динара? Мне кажется, вы тогда еще даже не были готовы. Я не была готова. Я не могла бы вот так спокойно об этом говорить. Я так рада, что вы вернулись в то состояние, в котором я вас была. Потому что вы были растеряны, и я видела, что у вас шел суд. Не один, два суда. Два суда. Вы уже ушли с должности сенатора. И видно было, что это тяжело, мне кажется, когда ты была там. Динара, что такое у вас требовалось? Что такое там, что такое здесь? Это все такие относительные вещи. Я всегда готова в состояние face up table. У меня было такое в жизни. Я знаю, как подняться после того, как больно падала. Это было, например, в 2012 году, когда с моим первым супругом, с отцом моего сына мы обоюдно расстались. Там тоже были обидные слова, там тоже была самая разная ситуация. Но мы поняли друг друга. Я уже пережила один развод, и я понимаю, как цивилизованно можно развестись. То есть с нормальным образованным умным человеком это происходит нормально. А когда человеку невозможно объяснить, когда есть такой вопрос, почему ты разводишься, и ты... Ну как это можно объяснить? Там же много всего. Смотрите, вот вы развелись, и после этого начался шантаж, да, я так понимаю? Нет. Это приход домой, разговоры бесконечные, очень навязчивые. Это и в телефон, это и вот хождение, это ночные приходы. Потом, в конце концов, уже когда я уже уехала, съехала с служебной квартиры, я сняла квартиру, у меня негде было жить. Еще не дали компенсационных денег с моей последней работы, с места работы. И в этот момент был такой, я еще на работу не устроилась, вот такое межвременье такое, да, безвременье. Вот в этот момент мне пришлось продавать вещи и на два месяца выручить деньги, и на два месяца снять квартиру временно. Вот, то есть это, ну, сложный был период, переезд, все вместе. Еще вот эта борьба. Впервые в жизни вообще я обратилась к участковому полицейскому, которые вообще, я поняла, как они принимают заявление, я увидела это впервые. Когда происходит конфликт между мужем и женой, мужчины, полицейские воспринимают заявление от женщины, знаете, с таким, а, милые, бронятся, только тешатся. Сегодня они ругаются, завтра они все равно в обнимку будут ходить. Они понимают, что это серьезно, что это преступление. И это происходило три раза. Впервые в жизни прописали защитное, выписали защитное предписание, чтобы не было ни звонков, чтобы не подходил человек, чтобы он вообще не стерег меня нигде. Ну, можете себе представить, я плаваю в бассейне, выныриваю, этот человек стоит. Сталкинг. Я прихожу к врачу, как раз принимала в связи с этим, с плохим здоровьем, иглотерапию, мне надо было пройти. Я лежу на кушетке, он заходит. Ну, вот такие вот вещи, понимаете. Я не встать не могу, потому что я вся лежу, процедура идет. И сказать не могу, вот здесь врач сидит. Выхожу из эфира, у машины стоит. Объясняешь человеку, не понимает. Я иду по улице, звонок, ты с кем идешь? Кто этот человек? Ты про нас говоришь? Я не могла спокойно ходить. Мне все время казалось, что за мной следят. Следят в аккаунте, следят в реальной жизни, следят после эфира, следят еще... Ну, в общем, это был кошмар какой-то. У меня ребенок был такой же напуган. А когда вы прожили в таком состоянии? Конец где-то вторая половина 22-го года, весь 23-й год. И вот в 24-м году, 13-го июня, приговор вступил в силу. Представляете, сколько времени? Это действительно прецедент в нашей стране, потому что, во-первых, многие не знают вообще, что такое сталкинг. Не знают. Вообще, незнакомый, да? Киберсталкинг. У нас есть за кибербуллинг ответственность, уголовная, да, в законе. Но это детский буллинг. А вот взрослого буллинга у нас, за взрослый буллинг у нас практически нет прецедентов. Можно сказать, что... Сталкинга точно нет. И киберсталкинга тоже нет. Генеральная прокуратура, я уже не помню, в одну из осень, прошлая осень, в ноябре, что ли, говорила о том, что нужно ввести в уголовный кодекс вот такой термин. Я была внутренне очень рада. Я тогда никому ничего не могла рассказать, что я это испытываю каждый день. Я живу с этим. Я не могу от этого избавиться. И никто не считал это серьезным преступлением, понимаете? Более того, Динара, если в реальной жизни я была обложена вот такими минами, есть такая платформа ЕОТНЭШ. Туда этот человек писал порочащие мою репутацию вещи. А ЕОТНЭШ, вот тот уполномоченный орган, куда это пишется, они обязаны рассмотреть это дело. Меня всегда вызывали на разбирательство. Они обязаны рассматривать письма граждан. Я потеряла телефон, я пришла в полицейский участок, хотела написать заявление о том, что я потеряла телефон. Они мне говорят, вы пришли на счет вашего бывшего мужа? Я говорю, нет, я просто потеряла телефон. А на вас поступила жалоба. Мы отправили это в департамент экономических расследований. Это дальше пойдет в Хабар. Меня приглашает генеральный директор Хабара. Я у них вообще внештатница. Я там не работаю в штате очень давно. По вечерам я иду в прямой эфир, работаю, как всегда. И тут меня вызывает генеральный директор и говорит, Дана, вот на тебя вот через ЕОТНЭШ поступила вот такая жалоба. Я вынуждена была оправдываться за то, что я не делала. И это писалось не только в Хабар, не только в полицию. То есть очень много органов, куда это было написано. То есть я начинаю какие-то планы строить, что-то делать, тут же вызов. А самое главное, когда шла дележка имущества, он дал везде разрешение, нотариально подписал все это. Это заявление в банк, что он согласен мне отдать одну-вторую доли квартиры, что он потом это дарит. И так как было защитное предписание, я наняла адвоката. Нам нельзя было подходить друг к другу. И уже в это время у меня на руках была путевка, и мы с сыном улетели за границу. Я наняла адвоката, говорю, там все уже готово. Вам просто нужно пригласить человека, подписать у нотариуса документы. Все, он все передает, все замечательно сложилось. И она мне туда пишет, к сожалению, Дана, ваш муж не подписал, бывший муж не подписал документы. Я говорю, что такое? Он выдвигает условия. Я говорю, какие условия? У меня на руках есть некий материал, и если они всплывут в социальной сети, пусть она напишет, что она не имеет претензий к бывшему мужу. Я говорю, не может быть. Она говорит, да, есть что-то. В общем, мы встречались в кафе, и он мне показал. Я говорю, что мы будем делать? Она говорит, ну, нужно возбуждать уголовное дело только так. Есть специальная статья за распространение. В общем, началось следственные действия, допросы у следователя. У меня эфир, вечером допрос, утром опять работа, потом снова допрос. Это невозможно. Это ложь, которую ты слышишь в свой адрес. Это оскорбление в свой адрес, который ты слышишь, и все это глотаешь. Я не выдержала. Я пришла к генеральному директору и сказала, я ухожу с работы. Меня никто с хабара не гнал. Я сама ушла. Я сказала, пока я не закончу эту историю, я понимаю, что дальше я не двинусь. У меня ничего не получается. Я не могу себя собрать. И это продлилось 10 месяцев. Я подала заявление в августе прошлого года. Да, в 23-м году. В мае 28-го было последнее заседание. 7 заседаний суда прошло. Прокурор просил 4 года тюрьмы. После того, как это было сказано в суде, его адвокат вышел на нас, и он сказал, просим смягчить приговор, чтобы это не было заключением. Мы подпишем все, что надо. Вот так он вернул мне мое имущество. В рамках следствия все материалы, которые были собраны против меня, уничтожены. И он получил 3 года условно. Если решать вопрос законно, законным путем, то и сталкинг можно победить. Конечно. Только это ценой здоровья, ценой финансовых затрат, ценой моральных потерь. Я очень долго восстанавливаюсь. Мне до сих пор очень тяжело об этом говорить, но уже не так, как было. Но опять же, я сейчас благодарю Бога, что такой человек мне не встретился в 20 лет, в 17 лет, в 25 лет. Что это случилось, когда мне сейчас за 50 уже. Это может быть с совсем юным созданием и с очень зрелым человеком. Я это пережила только потому, что я опытный человек, что у меня есть круг определенный, что у меня есть социальный капитал. Я не богатый человек. Я труженик. Мне нелегко достаются деньги. Я работающая мама, одиночка. Но весь мой капитал, все мои силы были затрачены только на этот процесс. Можете себе представить, сколько времени я потеряла? Например, я 2 недели назад открыла свой YouTube-канал. Он мог появиться год назад, полтора года назад. Понимаете? Я хочу сказать, наконец-то. Наконец-то. Но может быть, я должна была пережить все это, понимаете? Да, но у вас есть имя. У вас есть социальный капитал. У вас есть шикарный казахский язык. У вас есть вы, самое главное. И у вас, вас никто не отнимет. И это, конечно, очень крутой прецедент. И спасибо, что вы делитесь этим. Потому что я думаю, что очень многие женщины, и не только женщины, и мужчины, страдают от шантажа. Потому что, когда ты много лет находишься в браке, у каждого есть, наверное, какие-то секреты, видеоматериал, которым ты можешь манипулировать. Ну, ты же там абсолютно безоружный. Это твои стены, твой дом, человек, с которым ты живешь. Понимаете? Когда телефоны в рамках следствия мы сдали на экспертизу, в моем телефоне ничего подобного не найдено было. То есть это мои фотографии, я сама знаю, где, с кем, какие фотографии, что. И самое интересное, вот я когда наблюдала за процессом Вишимбаева, там же тоже с телефоном было связано. И в конце концов это и сыграло главную роль. Когда мы сдали телефоны на проверку в КНБ, они не открыли. Они очень долго смотрели, и не открыли, нам вернули. Вы представляете наше вообще состояние с адвокатом? Она говорит, ну не приснилось же это мне. Это же все было. То есть они не смогли открыть. Да. Потом я начала искать выход, я не буду перед ним извиняться. Я знаю, что я права, я знаю, что я жертва. Я должна была доказывать, что я жертва. Можете себе представить? И я стала спрашивать у технарей, у своих знакомых, где можно найти такой орган, где может сделать хорошую экспертизу. Мне сказали, в АФМ. Мы сдали в АФМ. Мы написали ходатайство, и второй раз сдали телефоны в АФМ. В АФМ открыли в 2-3 дня. Сегодня я вам все это рассказываю. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В рамках следствия я подписала подписку о неразглашении. Сейчас все, что я рассказываю, это доказанные факты. Приговор суда никто не оспаривал. То есть человек получил по приговору 3 года условно. И то условно, потому что он свою вину признал. И я смягчила приговор, потому что мое имущество было таким образом возвращено. Только поэтому. Но то, как это бывает, я поняла и осознала, почувствовала на своей коже, своей шкурой. Теперь я хочу вернуться вот к той истории, которая произошла в Казаларде недавно с 16-летней девочкой. Которая полгода насиловала неизвестно какое количество людей. Ведь ее тоже шантажировали каким-то видео. Она стеснялась, что боялась, что узнают об этом родные. Я хочу вот обратиться в камеру всем родным людям, тех, кто попадает в такие истории. Всегда вставайте на сторону жертвы. Никто не хочет попадать в такие истории. Никто специально это не подстраивает. Это подстраивают люди, которым это выгодно. Потом для них это прекрасное оружие манипулировать и шантажировать. Никогда, никогда не вставайте на сторону преступника. Я писала у себя в прямом эфире про границы даже в семье. Про личные границы даже в семье. Я не люблю холодного цинизма. Восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела в упор. Вот эти стихи я заучила наизусть еще в восьмом классе. Это Высоцкий. И когда я этому человеку говорила, что нельзя читать чужие письма. Нельзя заглядывать в чужой дневник. Это вещи, которые слух нельзя произносить. Это само собой разумеющееся. Мы приходим в этот мир одни и уходим из этого мира одни. И у нас есть та маленькая территория, где мы сами с собой. К сожалению, сейчас, наверное, всегда было. Я не знаю, но в моем кругу таких людей нет. Есть люди, которым это нужно объяснять. Это меня удивляет. Я думаю, что просто Вы были из разных миров. Вот этот мужчина женился на Дане Нуржигит. Вот она, его законная супруга. Да, она стала сенатором. Понятно, что, конечно, такую женщину не хочется терять. Но и в то же время, наверное, у него... Вот Вы говорите про личные границы. Наверное, ему казалось, что он обрел Вас вместе с Вашим прошлым, вместе с Вашим бэкграундом. И он должен знать о Вас все. Даже Ваши слабые стороны. И, Динара, все-таки я еще раз убедилась в том, что... Не убедилась, а кто это был? Это человек из зрительного зала. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду. Меня узнаете, мой маэстро. Это вот тот случай. Не надо. Из зрительного зала не надо. Потому что вот это... То есть должен быть на равных. Вот эта условность реальная жизнь и виртуальная жизнь, это не всякому объяснишь. Что я могу быть уставшей, я могу быть без краски, я могу быть не совсем красивой в форме. И это нормально в моей... На моей территории. Для него это было ненормально? Ну, видимо, так. Видимо, есть какой-то образ, который сложился. И вот... Вы можете себе позволить выйти, вынести ведро мусорное, не накрасившись? Я когда утром отвожу дочу в школу, я говорю, я еще пока не динара, Саджан. Я могу. И, например, парковщик в том доме, где я живу, знает, когда я выхожу, какой я выхожу из продуктового магазина. Я вообще не дана, но уже нет. И я это разделяю. Я хочу быть такой. И я вообще иногда не хочу, чтобы с меня спрашивали, а как? У меня спрашивают. Вот ваше мнение. Оно у меня есть, но я его не хочу сейчас произносить. Оглашать. Я устала, чтобы от меня чего-то зависело или что-то. Дайте мне сейчас побыть собой. Я хочу быть. Пожить обычной жизнью. Пожить обычной жизнью. Это не уставшие звезды. Я вообще себя звездой не считаю и никогда не считала. Я трудящаяся женщина. Мама. Профессия такая. Это моя профессия. Это моя профессия. Никогда я... Вообще слово звезда. Впервые я услышала в свой адрес, вот сейчас опять в другое русло ухожу, в 2000 году, когда мы вот с крыши с Ахлбеком Сан-Сызбаева спустились на тросе и на площади начали концерт, впервые в жизни нам Хабар выделил Жигули, чтобы я со съемной квартиры приезжала не на троллейбусе и автобусе, чтобы меня забирали Жигули. И прекрасный был водитель, и он со смехом всегда, ну, звезды, садитесь. Какие мы там звезды, господи? Мы работали и работали. И до сих пор пашешь. Но надо эту работу делать так, чтобы сложностей этого труда никто не видел. И всем казалось, что это же легко. Оделась. Пошла в салон. Ну да, потому что в эфире и в социальных сетях люди видят нас только на сцене, в эфире, при макияже. То есть это все всегда. И людям кажется, что человек все время в таком, знаете... В красивой жизни. В тонусе, да. Динара. Вот мы же все друг о друге все знаем, читаем и так далее. Как угодно можно относиться. Динари, Саджанг, Баян, Аллагузовой. Я все не могу к ее фамилии привыкнуть. Ясентаева с 90-х годов как шло. Баян Аллагузовой. Айгуль Муки. Айгуль Муки, да? Как угодно можно относиться. Но я вот хочу опять же прям зрителю сказать. Это труженицы. Это такой труд. Когда ты знаешь, что остается за кадром. Когда ты знаешь, чего это стоит. И просто снимаешь шляпу. И все эти хейтеры, самые разные мнения, это все остается... Это мишура. Я бы здесь хотела отметить, что для того, чтобы вообще сделать свое имя брендом и сделать его медийным, когда каждый знает, кто такая Дана Нуржигит, это на самом деле, попробуйте, это колоссальный многолетний труд. Это степ-бай-степ. Любой зритель, кто хочет, чтобы завтра его имя знал весь Казахстан, просто начните этот путь, вы увидите, что на это уходит десятилетие. Это действительно, вот вы говорите, у меня есть свой бэкграунд, свой образ, и он нарабатывался с 90-х годов. Я бы здесь хотела с вами еще поговорить о вашем первом супруге. Владимир Рерих ушел в этом году. Вообще этот год был очень сложный, и это борьба. Рахмеджан, и уход Володи. Я знаю, что вы успели в прошлом году с сыном съездить в Германию. Да, вы знаете, это вообще какой-то знак. Это была такая знаковая встреча, да? Это какой-то знак. Мы 10 лет не виделись. Вот все пишут, он в 12-м году уехал, он не уезжал в 12-м году. В 12-м году только был первый шаг к новому контракту. По сути, он переехал и уже там обосновался где-то в 18-м году, чуть позже. Человек сделал свой выбор. Человек выбрал другую страну. Человек выбрал другую женщину. Каждый из нас пошел своим путем. У нас были с ним самые разные моменты. И обид, и обидных слов. Все было. Но между нами сын. И это не отменяет родительство наше. И мы не то, чтобы были вынуждены общаться. Особенно последний год мы с Володей по 3-4 часа общались по телефону. мы начинали с разговора о сыне, о его проблемах, там какие-то вещи, которые он спрашивал, и на вопросы мог ответить только папа. И потом начинали обсуждать какие-то профессиональные вещи. По ковид. Он такой умный, интересный человек, о войне. Мне кажется, с ним можно обо всем поговорить. О политике, о медицине, о чем угодно. И как будто не было между нами никаких вот этих обидных слов каких-то. Но вот 10 лет вы не виделись. 10 лет он не видел сына? Да. Ну, то есть, мы по телефону общались, но 10 лет мы не ездили в Германию, и он сюда не приезжал. И как ваш сыночек, когда увидел отца? Мне кажется, он такой был немножко растерянный. Он что-то помнит вот в 4-5 лет где-то, когда он еще был в Казахстане. Он его водил в магазин, там брал ему какие-то футболки, какие-то вещи. Я вот это помню, вот это помню. Но Володя, надо сказать, не был чудолюбивым отцом. Он отец-друг. Он всегда об этом говорил. Он, когда ребенок начинает соображать и умеет разговаривать и спорить и задавать тон, тему, вот тогда Володя включается. Включается. Вот это его стихия была. С любым, с ребенком, со взрослым, с большой аудиторией, с учениками, со студентами. Ему вот этого не хватило, мне кажется, в Германии. И по сути, он был в этом смысле не востребован там. То есть, ему нужна была аудитория, его читатели. И вообще, о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием животворили. Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. вот строки Жуковского, это вот про то, что было в моей жизни. Володя человек, которому я очень многим обязана. Очень многому меня научил. это огромное везение жить рядом с таким человеком. 15 лет. 15 лет. Я наблюдаю на себя ту молодую сейчас со стороны, как мы вообще могли вдруг вот так объединиться в одну семью. это было, мне кажется, удивлением и каким-то... Но мне кажется, это был его выбор, да? Вы же были совсем молодой. Это был его... Нет, ну как совсем? Вы сейчас как моя покойная свекровь. Сколько вам было лет? Мне было почти 30. А, вам было почти 30? Да, Володе было 42. Да. У нас 14 лет разницы. Когда он ушел, ему было 66. Какая-то вот мистическая цифра, да? 66. Трое умных, красивых детей. Три жены. От трех женщин? Нет, от... Первой жены двое? Первой жены у него двое. И я вот сына родила, и с последней супругой детей у них нет. И вот я говорю, шесть, шесть, и вот мы шестеро. Три жены, трое детей. Хорошую жизнь прожил человек. На каждый период жизни отдельная спутница. Ну, меня знаете, что больше всего удивило? Когда Владимир Элих ушел из жизни, я видела, как соболезнования выражали именно вам. Наверное, потому что я написала в Инстаграм. Наверное, поэтому. Потом моя профессия, опять же, публичная. Я в экране, я в телевизоре, может быть, поэтому. Потом Володя вообще же не распространялся в своей личной жизни. Вообще. Честно, и я. Я вот вам впервые, тебе впервые рассказываю, Динара. И то, потому что ты свидетель и моей первой жизни, и вот со вторым. Я даже была на свадьбе вашей. Второй. Да, даже на свадьбе, на ужасном, глупом событии. Вы переехали в Астану в 2015 году, если я не ошибаюсь, и у вас начался новый этап в вашей жизни. В 2017 году мы вместе поработали на телеканале в Казахстан, и я видела какой-то, не знаю, рассвет, да, то есть новый этап жизни, да, на Наржугит. И вы пригласили меня на свадьбу, новый муж, новая жизнь, новый город, да. И я вот, когда беру интервью у сильных женщин, вот в Беги Голях я там недавно брала, у Розы Клоныша на прошлом году, я все время задаю один и тот же вопрос, почему вот личная жизнь, да, не сложилась? Такое ощущение, что почему-то в Казахстане у известных сильных женщин или вот известные сильные женщины как будто бы обречены на одиночество. Почему не складывается? Вот большая часть женщин замужем, вышли в 20 лет замуж и спокойненько живут там 50-60 лет с одним мужем. Если брать медийных женщин вот нашего цеха, да, у нас там всегда замужество, развод, еще что-нибудь, ну, то есть, как-то вот у нас не получается вот с первого раза. с Владимиром Рерихом, когда мы жили, мы были люди цеховые из одного цеха. Мы говорили на одном языке, все было замечательно. Потом наступил период кризиса в его жизни. Его ушли с Хабара. Потом ушли меня оттуда. Есть конкретный человек, который очень сильно его обидел. В дальнейшем он в своем интервью говорил, я ненавижу телевидение. Он не ненавидел телевидение. Он просто был обижен на телевидении. Его оттуда очень даже слова не подберу как. Это некрасиво, это подло. Тот человек, которого он взращивал, которого он как продюсер вырастил в отдельную творческую единицу, пришел возглавлять Хабар. И даже не пригласив его в кабинет, просто закрыл его программу и даже не извинился, не позвонил. Через третьих лиц ему объявили, что он уволен. Ему программу закрыли. Вот таким образом. И что ему надо было делать после этого? Что ему надо было делать? Наступил кризис. Мне приходилось тогда работать, много работать. Он уехал в Германию. нужно было как-то приводить ситуацию в порядок. И тогда я видела, как тяжело тоже Володе видеть, что я работаю. Ему это было очень больно видеть. Он всегда был на коне, он всегда был кормилец, он всегда был... Ему было это очень сложно пережить. Я даже не знаю, какими словами можно было мужчину успокоить в такой момент. Ему было очень больно. И я думаю, это ускорило его смерть. Дальше не было все лучше и лучше. Дальше было все. Мы, когда в последний раз разговаривали, я говорила, что здесь очень много вузах академической свободы. Мне кажется, ты бы мог читать онлайн-лекции. твоя голова здесь нужна. Он так воспрял, он с такой радостью воспринял даже то, что я сказала, твоя голова здесь нужна. Таких, как ты, нет, Володя. Да, да, он был не похож на себя, понимаете, этот... Я не люблю плакать в кадре. Он сильно изменился, да? Нет, это был тот же Володя в тот момент, когда ты разговаривал с ним о работе, о том, что происходит в Казахстане. Он очень болел в тот момент, когда я была депутатом. Он следил за политическими изменениями в стране. Подсказывал вам что-нибудь? Он что-то подсказывал. Он, а как ты думаешь, может быть, вот так вот сделать? Я говорю, ну, допустим, я сделала вот такой депутатский запрос. Я видел, я слышал, и в голосе была гордость. Мне кажется, что и для вас было классно именить такого советника, да? Советника, я не знаю, вряд ли бы он согласился с вами. или наблюдателя, да? Или человеку, с которым можно, знаете, порефлексировать. Это же классно? Да. И сейчас я узнаю его черты в сыне, потому что он такой же спорщик. Он такой у вас сладкий мальчик. Он такой спорщик. Вы знаете, вот, например, он идет в магазин, покупает какие-то там штучки-дрючки, звонит, сейчас же можно удаленную оплату выставить. Он выставляет удаленную оплату, а потом мне звонит, говорит, ну и каков вердикт? Разве может тринадцатилетний ребенок такое сказать? Ну и каков вердикт? Вроде как, ты согласна с этой суммой? Вот генетика. Да, или, например, вот все, что мы пережили вместе с ним, он мне говорит, и это мне придало силы. Я говорю, о, сильного мужчину я себе родила. Он мне говорит, мама, я видел вас в слезах, я видел вас в депрессии, но я не хочу видеть вас сломленной и побежденной. Слушайте, он сын Владимира Рериха. Именно так, вот слово в слово. Рядом со мной сидела моя очень близкая подруга, у нее были глаза на выкате. Я говорю, это же Рерих. Это Рерих говорит. Вот, поэтому спасибо, Володя, за такого ребенка. за такой подарок. Мне сейчас очень не хватает его советов, что можно было просто позвонить, спросить. Не жалеете о том, что не смогли сохранить брак? Ну, знаешь, Динара, нет, что был такой мужчина, это, конечно, великолепные воспоминания, это уже навсегда, и это со мной. человек сделал свой выбор. Он хотел жить в Германии. Он видел, что я все дальше и дальше ухожу от этой идеи. Я не могу там жить, сказала я. Я не могу, чтобы мой единственный ребенок воспитывался в другой культуре. Может быть, это эгоизм, может быть, Алим и выбрал бы эту культуру, если бы он там вырос. Но я не знаю, я не могла на это решиться. И как бы он, он не уговаривал никогда, он никогда не уговаривает человека. Он всегда и маленьким, и взрослым дает право выбора. Вот это мне очень нравится, когда человек чувствует право. Мне кажется, это качество мудреца. Даже в семье. Это твое право. Вот, что не было во втором браке, понимаете? Вообще переступать территорию очень личную нельзя. Вот этого не было. Это так интересно, вот один человек, одна Адана Нуржигит и совершенно два разных выбора, два разных мужчины. Я сама удивляюсь. Будет третий муж? Не знаю, вряд ли. Вряд ли. Мне кажется, я все познала, узнала. Достаточно. Мне кажется, сейчас кто-то смотрит, наше интервью из мужчин. Динара, 25% мужской аудитории, например, водовец. Да зачем? Динара, ты сейчас переходишь на то, что говорят, еще на кладбище хорошо знакомятся. на похоронах. Я вот со вторым на похоронах познакомилась. Правда? Ну вот. Теперь этот вариант не проходит. Я, как журналист, как человек, как женщина, смотрю на вас и думаю, просто восхищаюсь вами. Как классно вообще жить, мне кажется, с такой женщиной. Это же интересно. Это знаете, как каждый день смотреть кино. Динара, пошли со мной жить. Пошли со мной жить. Да, это же интересно, потому что я обожаю телевизионщиков, я обожаю журналистов. Это вот просто, когда я со своими подругами встречаюсь, для меня, ну, каждое наше чаепитие, встреча, это всегда новое что-то, правда? Всегда что-то новое, это всегда интересно. Эта профессия не дает стареть. Да, мы никогда не стареетничаем, но мы всегда обмен энергией, опыт, интересные проекты, ну, то есть всегда очень интересно, поэтому я уверена, в вашей жизни появится третий муж. Ой, не надо, ради бога, пожалуйста, не надо. Вы знаете, я... Никогда не говори никогда, я знаю, что ваша мама вышла замуж. В 68, да? В 68 лет. Я всегда маме говорю, почему у меня нет столько женской энергии, сколько у тебя. Она настолько женщина-женщина, вот мы, нас трое детей, две девочки и братишка мой младший. Ни я, ни моя сестра не обладаем тем процентом кокетливости, женственности, как моя мама. Для меня, вот когда она что-то, я ей что-то рассказываю, особенно после такого тяжелого интервью, прихожу, говорю, представляешь, такой гость пришел, такая судьба тяжелая. Куда я ясен? Шайщик. То есть она легко, да? Да. Ну, у каждого своя судьба. И вот, говорят же, вот надеть на себя капюшон или что-то, какие-то психологические штучки. Вот у нее это с самого детства. Потом она же оперница, она работала в театре Абая, и все оперные певицы хорошие или плохие, или они дивы. и куда бы она ни пошла, даже вот с мусорным ведром. Как на сцену. Да, как на сцену, как на сцену. У нее 150 туфелек, они разного цвета, в разных стилях, ей вот 74 года. Она женщина-женщина. Она женщина. Но мне почему-то вот этого не дано. Вот моя... Можно я, Аймаша, про тебя скажу? Вот стилист посмотрела весь мой гардероб, говорит, ну там надо многое чистить. Я тоже, видимо, много чего набрала, и оно стоит тебе, и я вот по настроению что-то подбираю, и я очень привязываюсь. Я привязываюсь к людям, я привязываюсь к книгам, я привязываюсь к вещам. Я никогда вот такие вот на салфетках записанные какие-то записульки, я их не выкидываю. Мне кажется, а понадобится. Я вот как... Я же в год крысы родилась. Я вот это все начинаю... Все собираем. Собираю, собираю. Начинаю уборку и застреваю на какой-нибудь записке, вспоминаю. Да, да, да. А, это же вот мне, допустим... Это творческий человек. Написал же вот тот человек в тот день. Это же вот так было. И начинаю вспоминать всю эту историю. Вы выросли в творческой семье, да? И у вас и брат, и сестра. Сестра, я знаю, работает тоже, да, в телевизионной сфере? Нет. Нет? Динара, это тоже чудо из чудес. Она проработала 20 лет на телевидении. Она закончила так же, как я в консерваторию. Она была режиссером эфира. Она потом работала в видеотеке. И сейчас? Она выучила дочь скрипачку. С пяти лет она ее... Ну, как мы все в семье музыканты. С пяти лет она на скрипочку ее как отдала. Ее дочь закончила баситовскую школу, потом закончила здесь шаббат, потом московскую консерваторию, потом Королевский колледж в Лондоне. Пришла, сегодня работает в Астана опера. И мама сказала, я тоже пойду в Астана опера. И через 20 лет, позанимавшись, снова вернулась в форму. И сейчас работает в Астана опера. Какая молодец. Две скрипачки сидят сейчас в оркестре. Это потрясающая история возвращения. Потрясающая. Я думала, что она так же работает на телевидении, потому что я, когда в новостях на Габаре работала, мы с ней вместе работали. Да, это я про... Я ей вот эту вот тропинку открыла, и она за мной пришла. По сути, она музыкант. Прустем Норжигит. Тоже очень хорошо его знаю. Музыкант. И вы выросли в творческой семье. Всю жизнь всегда телевидение, съемки. И в какой-то момент мы узнаем, что Дана Норжигит назначена депутатом Сената. Да. И вас назначил президент. Это был его выбор. Выбор, да, именно. Потому что он вас знает. Он знал мои программы, он смотрел, он не раз отмечал нашу программу и отмечал наших гостей. Дорожил. Дорожил, да. Программа, которая почти пять лет шла на канале «Казахстан». Я благодарю Нуржанжела Овну, которая пригласила меня на Хабар совершенно случайно. Я тогда была как раз ушедшей во фриланс-журналист. Я жила в Алмате. Нуржанжела Овну вас на Казахстан пригласила, да? Да. Причем я приехала, вообще пропала из эфиров на три года почти. Рерих был в Германии. Я сидела с ребенком дома и в фриланс. Я, кстати, никогда в декрет не уходила. Я всегда работала. Я всегда была работающим человеком. И звонит мне Майера Мухаммед Хозе и говорит, снимается программа «Обо мне». Ты меня знаешь с консерватории. Я хочу, чтобы ты дала обо мне интервью. Я приехала, и меня в этой программе увидела Нуржанжела Овну. И уже в аэропорту мне звонит. Ты можешь вернуться? Через неделю я тебе дам программу «Карт-бланш». Я говорю, ну дайте мне хотя бы месяц. И я через месяц пришла, мне дали программу. Я ее всю переформатировала. Она пять лет шла в эфире, да? Почти. Четыре, там, восемь месяцев. И наш президент смотрел эту программу? Да. Он смотрел эту программу, он пригласил меня, наградил грамотой. То есть он отмечал ее в эфире. Вот, вероятно, вот эта программа, прежде всего, на него имела какое-то впечатление. А перед назначением вас приглашали в Акурдо? Да, но я совершенно не ожидала, что это будет вот таким предложением, понимаете? Я думала, это будет какая-то творческая работа. Наверное, не дорожил, наверное, что-то другое хотят предложить. Вот, но это было совершенно неожиданно для меня. Неожиданно. Но я благодарю вот эти три с половиной года, которые я работала в Сенате, и я прошла еще один университет в жизни. Мне кажется, что вот люди, которые попадают в Можилис, в Ахурду, в парламент, в правительство, да, то есть это такая возможность, на мой взгляд, да, посмотреть вообще на все происходящее, как будто бы чуть-чуть сверху. Масштаб, да. Масштабно, потому что там такой вертолетный обзор. Масштаб. Все-таки я всегда доверяю, да, все, что принимается решение наверху. Я думаю, там все-таки виднее, потому что там аналитика, да, очень сильная. Конечно. Ты видишь всю страну, да. Широкие мазки, масштабный взгляд. Вот что вы увидели, когда были сенатором? Вы знаете, еще вот все же ведь непросто. Я в 18-м году закончила учебу в MBA. То есть я поняла бизнес-процессы изнутри. И я думала, я уйду в бизнес тогда. Да. И тут вот такое назначение, вот такое предложение. Я начинаю работать там. И я вижу, что в государственном управлении не хватает именно бизнесового взгляда. И госуправление неповоротливо. Оно еще живет вот какими старыми, какими-то управленческими... Потом мы попадаем на период пандемии. И вы знаете, в период пандемии как раз пришла скорость принятия решений. Я настолько вот сидя внутри этой системы это увидела. Вы три с половиной года были, да, сенатором? И насколько я знаю, вам вот за время вашего депутатства вы смогли снизить пенсионный возраст женщин. Да. С 63 до 61. Да. Почему чуть ниже еще не смогли спустить? Бюджет не выдержит. И вы знаете, потом... Я вообще с первого дня, как пришла туда, мне стали писать женщины. Ну, потом было... Прямо с первого дня был такой депутат с самым большим количеством подписчиков. У меня было 745 тысяч подписчиков. И, естественно, моя страница стала работать на Сенат. Она стала меняться. Я благодарю всех своих подписчиков. Они меня не предали, остались со мной. Не отписывались, да? Не отписывались, они остались со мной. Вот. И мне все писали, конечно, в личку. В основном женщины. И вы помните тот период, когда многодетные женщины выходили к зданию министерства, просили пособий. Это период пандемии, когда вот эти несчастные 42 тысячи стали выдавать. В общем, сложный был период. Я ломала себя. Мне было очень сложно. Это другая среда, другая риторика. Да, она другая. Все нужно было менять. Это очень непросто. Вот. И я с первого дня хотела поднять эту тему. Но, к сожалению, была пандемия. Деньги были нужны на другие вещи. Вот то, что вы говорите, смотреть масштабно, да? И не к месту это. Не к месту. Сейчас бы быть бы живу, не до жиру. А я буду говорить о пенсионном возрасте, и так денег не хватает. Вы успели. Но потом, когда было ясно, что мы уйдем, особенно после событий января, я сказала, все-таки мне надо это сказать. Чего я тут делаю? Зачем я здесь? Мне столько женщин пишут. Они же мне доверились. Они же мне пишут, не кому-то другому. Я понимаю, что включилась вот эта опция, когда нужно успеть, да? Включился журналист. Включился журналист. Вот. И я это сделала. И я помню, когда я после этого заседания уходила из зала, мои коллеги, женщины в основном, они подошли, пожали мне руку и сказали, Дана Вербайловна, мы это тоже знали. Но мы не решались это сказать. А вы сами в каком возрасте готовы выйти на пенсию? Смотря что ты считаешь пенсией. Лично для меня, вот я свою пенсию представляю, что это момент, когда я просто перестану работать. Я буду просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Я для себя определила, что я думаю, где-то к 70 годам я, наверное, смогу расслабиться. Ну, я, наверное, к этому возрасту тоже. И потом не только ты расслабишься, тебя и организм уже расслабит. Нет, я буду такая, знаете, я съезжу в Корею, у меня будет тык-такое лицо. Я буду такая собранная. Динарочка, ну ты сильно заморочена на этом. Я, например, нет. Нет. Я очень с благодарностью встречаю возраст. Я старше тебя, поэтому я могу об этом смело говорить. Я смотрю на свои морщины, я знаю, когда они появились. Я знаю, когда появился у меня, например, вот эта складочка, вот эта складочка, от чего она появилась и так далее. Я все это знаю и все это читаю как книгу. Но, конечно, должен быть какой-то уход минимальный, да, но никто не смог победить алкоголизм, и никто не смог победить возраст. В любом случае он будет. Все там будем. Все мы там будем. И я благодарна. Знаешь еще почему? Мой папа очень рано умер, 39 лет. И я, вот у нас трое детей, я у своего брата и у сестры спросила, вы не боялись, когда вам исполнялось 39, что вы умрете так, как папа? Оказывается, мы все, не договариваясь, все боялись этой даты. Я благодарна, что Всевышний отпустил мне больше, чем 39. Я благодарна, потому что я знаю, как можно в 4 месяца сгореть от онкологии. Вот это то, что случилось с моим отцом. Он был красавец, он был умный, очень интеллигентный, очень ищущий, пытливый мужчина. Юноша, мужчина, отец, муж, брат, сын. И вот буквально на скаку его скосило. И я благодарю каждый день своей жизни за то, что мне уже больше, чем моему папе когда-то. То есть вы свой возраст принимаете? Принимаю, принимаю. Не ходите к косметологам? Нет, хожу, хожу. Уколчики? Уколчики, все. Но все, все очень дозировано. Без пластики? Нет, без пластики, этого я боюсь. Не знаю, решусь ли я на это, но я очень щадяще отношусь к себе вот в этом смысле. То есть на пенсию пойдем где-то ближе к 70? Я вообще очень ленивый человек. Вот про пенсию, да? Я бы и сейчас ушла. Но нужно зарабатывать, нужно растить ребенка, нужно как-то достойно жить. Я думаю, что вы, Дана, не смогли бы жить без эфира. Вот вы сейчас открыли свой YouTube-канал, друзья, подписывайтесь, да? Я не верю, что телевизионщик... Ленивый. ...вообще может жить без камер, без монтажа, без вот этого постоянного общения, да? То есть это же всегда такой поток классной информации. Наверное, наверное. Я не верю, Дана. Я думаю, что если вы... Я не буду кривить душой. Да, и Володя ведь тоже без этого, смотрите, как затасковал. Затасковал. Он просто... Я еще раз говорю, его сильно обидели, поэтому он сказал, я ненавижу телевидение. Вообще его жизнь на три периода я бы поделила. И вот первый период — это кино. Там была с ним супруга, которая художник-постановщик. В кино она работала и так далее. Вот был период телевизионный. Там я с ним. И период литератора, Рейриха-литератора. Там спутница тоже вот человек... Салема Рюсекова. Да, человек литературный, человек, знающий в этом толк и так далее. Поэтому вот в этом смысле он не остался один. У него всегда был человек рядом. Но ненавижу телевидение, это было связано конкретно с конкретным человеком, с конкретной ситуацией. Но когда он делал телевидение, если бы вы знали, какой это был менеджер. Вообще Хабар принёс в историю телевидения менеджмент. Принёс институт звёзд. Как делаются звёзды? Продюсирование. Всё началось с Хабара. Но золотая эпоха Хабара — это 90-е. Да, конец 90-х. И конец 90-х. И так, как ставили там работу, вот именно продюсерскую работу, менеджерскую работу, я вообще не видел. Ну я думаю, что там сошлись деньги, классные кадры, и просто были действительно креатив, очень много интересного. Я просто помню Володю на площадке, когда он ставил новые программы, понимаете? Это вот рождение нового спектакля. Потом, смотрите, мы сейчас опять про работу начали говорить. Сейчас делают как? Сейчас берут человека, потом говорят, ты делаешь вот эту программу. А она вообще не в его природе. Допустим, дают политическое ток-шоу или там общественное ток-шоу. Ну, Дан, давайте не будем кривить душой. Никто не смотрит телевидение. Я рада, что вы наконец-то открыли свой YouTube-канал. Я бы его и раньше открыла просто. Вот видите, Динара, как... Я ей, кстати, на суде сказала. Я всегда в свои кризисные моменты жизни говорила. Я просила Всевышнего. Куда именно динсалома наэрмасан? Касабня наэрмасан. А вот эта ситуация лишила меня любимой профессии и здоровья тоже. То есть я не могла выходить в эфир. Я была настолько опустошена, я была разбита. Вы сами сказали, что вы увидели совершенно другую даму. Я увидела, что вы в депрессии. Но, знаете, за самой, говорят же, как говорят, за самой темной ночью, да, наступает рассвет. И мне нравится, что вы... И Динара тут же мне сказала, давайте ко мне в эфир. Я говорю, Динара, я не готова сейчас. Но вы пережили. Да. Вы пережили. Вы дали себе время. И слава богу, ты сейчас говоришь, я не люблю, когда люди возвращаются в прошлое. У телевизионщиков, мне кажется, вообще нет такой привычки. Что дает вам силы? Что дает мне силы? Новое. То, что я делаю на YouTube. Я собираюсь это делать и продолжать. У тебя больше опыта в этом. Я вижу, я тоже учусь, со стороны смотрю. Я благодарю друзей, которые откликнулись, потому что мне никто не помогает. Я своими силами это все несу пока. Не знаю, во сколько... Это, знаете, как делать телеканал своими руками. Да, своими руками, да. Если кто-то откликнется как спонсор, я буду только рада. Дана Нуржегид пока своими силами обходится. Мне дает силы мой сын. Мой сын, который открывается мне все больше и больше с новых, вообще с каких-то новых сторон. Он больше спрашивает об отце. У него каждый день меняются взгляды на те или иные вещи. Вот он недавно мне рассказывает... Он все знает об автомобилях и все знает о самолетах. О пилотировании. Откуда такой технарь? Мы все такие гуманитарии дома. Он тоже гуманитарий. И, кстати говоря, он пишет, когда в то утро, когда мне позвонила Евангелина, дочь Володи из Германии, что вот случилась эта трагедия, я думала, что-то с ребенком будет. Я так за него переживала. Он поплакал. Он сказал, мама, я нашел отца и тут же потерял. Что мне делать? И вдруг я вижу, мой ребенок склоняется над блокнотом и что-то пишет. Вот просто ручьем идут слезы, и он что-то пишет. Он говорил, я все сказал в своем дневнике. Он мне сказал. Он пишет, и я обрадовалась, что этот кризис не остался у него этой раной, понимаете? Он не делится это со всеми. Потом я говорю, все-таки что ты написал, сын? Я любопытная мама. И он мне написал, я даже у себя опубликовала неотправленное письмо, и обязательно написала с разрешения Алима Владимировича Рериха. Только с разрешения. И там столько боли, там столько надежд. И это было очень больно. Как вот случилась наша последняя встреча с Володей. он попал в очень кризисную ситуацию. И мне надо было приехать и подписать документы, которые касались нас двоих. У нас была совместная жизнь и какое-то имущество, которое ему нужно было продать. И я когда сказала, что я нашла оказию, я приеду, мне дали случайно визу на полгода. Он не мог мне вызов отправить. У него была такая ситуация. И я приехала, вернее, я стала готовить эту поездку в октябре. Я говорю, где мы будем жить, Володя? Билет у меня уже есть. Пожалуйста, забронируйте гостиницу где-нибудь рядом. И он через некоторое время мне перезванивает и говорит, какая гостиница? Я поговорила с Гелей. Мы 10 лет не виделись. Это дочь, да? Это дочь от первого брака. Лёва вас встретит. То есть сын Володин, это брат старший, Алима. Лёва вас встретит. Геля нашла квартиру. Вы там спокойно проживёте там, сколько вам нужно. Мы приехали всего там на 6-7-8 дней. Он мне говорит, я купил, задыхаясь практически, я купил проездной билет на неделю на все виды транспорта. Я купил билет, вы можете посетить Фридрихштадт-Палас. Сам он уже ходить не мог. Вот такое у него было состояние здоровья. Он задыхался на каждом шагу. В последний наш звонок, последний телефонный звонок был 18-го числа, 20-го утром, да, 20-го умер. 18-го я ему звоню, говорю, ты знаешь, Алиму приснился сон. И последняя поездка для него была очень важна. Он приехал очень наполненный. Я так тебя благодарю за то, что ты с ним поговорил, рассказал о своей родословной, откуда у него фамилия такая. Его именно отпустила. Да. И он увидел, что папа болен. И он сказал, мама, кто папе поможет? Он плохо ходит, он задыхается. Ему так плохо. Может быть, он приедет сюда, мы его вылечим. Я говорю, Балам, ну, это его выбор, он, вероятно, там у врачей наблюдается. И через некоторое время вот это случилось. А 18-го я ему позвонила и говорю, пожалуйста, можешь поговорить? Поговори, пожалуйста, с Алимом. Он мне говорит, у меня такая одышка, он испугается. И я тогда вспомнила, Володя мне рассказывал, его бабушка, квартира у них была маленькая в Талдыкургане, и он спал в одной комнате с бабушкой. А бабушка Амалия Генриховна Кёлер, она была прооперирована неудачно и всю жизнь носила бандаж. У нее были килоидные швы, она пережила перитонит. Представляете, жить под НКВД, под наблюдением НКВД. И не было рядом медпункта, ее очень плохо прооперировали. Она на год оставила дочь среди казахов, и сама по всем больницам ее в Сызганово прооперировали. И у нее был огромный живот. Я сейчас уже углубляюсь в эти репрессивные годы. Они же пережили очень многое. История их семьи, это вообще отдельное интервью. И они спали с Володей в одной комнате. И я, говорит, всегда боялся, у бабушки было апноэ. То есть она задыхалась. Набирает воздух, и он не идет обратно. И я всегда, за бабушкой повторял, всегда боялся, что она при мне умрет. И я звоню, говорю, Володя, поговори, пожалуйста, с Олегой. Он, говорит, он испугается. Я сильно задыхаюсь. У меня такое же апноэ, как у бабушки. Я приду в себя и позвоню. И 20-го, 21-го утра мы получаем вот этот звонок. Вот. Ну, что я хочу вот в итоге сказать. Девочки, девушки, женщины. Единственный путь борьбы с насилием, домашнее ли оно, не домашнее. Мужчины, кстати, тоже, потому что и мужчины могут подвергаться такому же насилию. Ну, я же тебя не бил, это не аргумент. Насилие есть насилие. Если человек плохо чувствует рядом с вами, ему душно рядом с вами, ему тяжело рядом с вами, это уже насилие. Единственный путь – это борьба и открытость. И обязательно нужен термин в уголовном кодексе «сталкинг» и «киберсталкинг». Вот с этим я абсолютно согласна. И этих преступлений будет все больше и больше, потому что все становятся блогерами, все приходят в публичное поле, но не знают, какие угрозы за этим стоят. Я начинала, когда не было еще вот этой ситуации с Бишимбаевым. Дело сдвинулось с мертвой точки только когда погибла Салтанат. Салтанат погибла. Она ведь тоже сначала сталкинг был, тоже же в сети человек нашел. Бишимбаев же ее как астролога нашел сначала в сети, потом преследовал, познакомился, женился, потом стал гнобить. Потом это привело к смерти. Гибели мучительной. И когда ты это говоришь, я вот это переживаю, пока я жива, я боролась с этим. Но ведь я тоже могла погибнуть, если человек приступил бы к какую-то черту, понимаете? Салтанат была еще молода. Салтанат просто не хватило ей сил. Сил не хватило с этим бороться. Она просто не знала, как с этим бороться. Вот это видео было, там еще что-то. Но я считаю, что мое дело сдвинулось с мертвой точки только когда случилась вот эта страшная история. Исследователь стал смотреть по-другому. Все-все-все органы, в которые я обращалась, все стали работать по-другому. Я хочу вас поблагодарить, Дан, за то, что вы открыто, будучи медийным человеком. Обычно у нас в нашем социуме о таких вещах не говорят, стараются умолчать. Ну все, осудили, осудили. Но вы об этом говорите. И это действительно должно стать прецедентом. Когда за сталкинг у нас есть статья, можно доказать, что ты жертва сталкера, что тебя преследуют. И у нас есть и киберсталкинг. И вы правильно говорите, что мы живем сейчас в эпоху соцсетей, где у каждой второй выражает свое мнение. И я считаю, что кибербуллинг это большая на самом деле проблема. И если у нас по детскому кибербуллингу есть закон, то по взрослому кибербуллингу, мне кажется, нам нужно это принимать сейчас. Иначе это приведет к суициду. То есть это будет, у нас мы и так по суициду лидируем. И это будет большая проблема. Поэтому вам большое спасибо за то, что вы открылись, рассказали. И я очень рада, что сейчас я вижу, за полгода все изменилось. Я вижу другую данную Нуржигит с возвращением вас. Спасибо. Желаю вам хороших рейтингов на YouTube-канале. И, друзья мои, давайте подпишемся на данную Нуржигит, поддержим ее, потому что я сама создаю свою такую маленькую медиа-империю. Это действительно большой труд за этим будущим. Спасибо, Динара Борисовна. Спасибо.